Здравствуйте! В эфире «Город Эсс» и Татьяна Дмитриева. Как распознать наркотическое опьянение у несовершеннолетнего? Как проводится тестирование школьников на употребление психотропных веществ? И появились ли новые способы и подходы в вопросах профилактики наркомании? Об этом говорим сегодня. В нашей студии руководитель Департамента образования Самары Лилия Галузина и руководитель Департамента по вопросам общественной безопасности и контроля Самары Андрей Букреев. Ваших вопросов ждем по телефону 202-11-22. Звоните. Здравствуйте, Лилия Викторовна, Андрей Александрович. Очень важная и серьезная тема, которая никого не оставляет равнодушными, потому что, как мы выяснили уже до эфира, вот в эту сферу страшную употребление наркотиков может попасть практически каждый, исходя из каких-то разных различных жизненных ситуаций. Вот я хотела бы узнать, Лилия Викторовна, сначала у вас, что делается в городе для того, чтобы дети, подростки несовершеннолетние не соприкоснулись с этими веществами страшными, и психотропными, и наркотическими. Вот вы уже вопрос ставите, он уже правильно у вас звучит. Что делается в городе для подростков? Мы сразу хотим сказать, что и психологи, и педагоги все утверждают, что мы не должны говорить детям, что не надо употреблять наркотики. Вернее, даже неправильно я сказала, мы не должны заострять внимание на теме наркотизма. Мы должны говорить детям о здоровом образе жизни, о том, как важно для них свободное время проводить с пользой для здоровья, для интеллекта, о том, как важно для родителей знать, где каждую минуту находится их ребенок после школы, о том, что сегодня и для родителей, и для детей не только в школах, но и в городской инфраструктуре огромное количество спортивных площадок, парков, скверов, это и работа дополнительного образования, это огромная работа в сфере культуры, которая вовлекает детей в здоровый образ жизни, в интересную и творческую деятельность, активную жизнь. Но, тем не менее, конечно, огромная работа ведется непосредственно направленную на профилактику наркомании. Я бы здесь, наверное, сказала, что это важная работа с родителями и на родительских собраниях, это и работа с педагогами, чтобы педагоги могли понимать, как распознать этот интерес, как увидеть, что у ребенка что-то не в порядке. Это, конечно, работа и с самими детьми, и я даже не буду сейчас говорить, каждый, наверное, родитель, каждый ребенок, заходя в школу, может увидеть результаты этой работы, этой конкурсы плакатов, это антинаркотические марафоны, это различные такие проекты территории без наркотиков. То есть это, конечно, очень большая работа, и с нами работает, кроме педагогов, огромное количество людей. Это и психологи, это социокультурные центры, это детские наркологи, это областной центр профилактики медицинской, это и федеральные службы по контролю за наркотиками. То есть мы, конечно, работаем в очень тесном взаимодействии с профессионалами. Но главное, что вы сказали, что изменилась тенденция, если раньше были страшилки, так называемые, да всех пугали, говоря, ни в коем случае, никогда это все, это смерть и так далее, это страшно, чем заинтересовывали, наверное, еще больше детей, то сейчас позитив перевес. И вот, Андрей Александрович, скажите, пожалуйста, все-таки существует какая-то группа определенная, социальная риска? Или мы все в равной степени находимся в этой группе? Вы знаете, как показывает последняя статистика и анализ криминогенной ситуации, говорить о какой-то социальной группе достаточно сложно, потому что наркодилеры у нас находят подходы, ключики к любой категории граждан. И отличие, наверное, заключается только в том, что те, кто из числа обеспеченных и благополучных семей, я имею в виду наркововлеченные, тратят денежные средства первое время, по крайней мере, свои и своих родителей. А представители социально незащищенных слоев общества, ну, как правило, зарабатывают деньги путем криминальных. И, естественно, это все отражается на нашей обстановке в городе. Поэтому, наверное, если говорить о группе, все же группе риска, то это вопрос, вот Лилия Викторовна подняла, это молодежь в первую очередь. Да, это самое страшное, конечно, когда дети несовершеннолетние вот втягиваются во все это. А у вас есть, Лилия Викторовна, статистика какая-то, вот сколько сегодня несовершеннолетних употребляет нарковещества? Ну, мы сейчас можем говорить только о той статистике, которая существует у нас в рамках областного наркологического диспансера. То есть это, конечно, закрытая информация. Мы не называем ни школы, ни районы. Мы можем сказать о том, что у нас 8 детей школьного возраста стоит на учете в наркодиспансере как употребляющие. 12 детей школьного возраста как дети, которые с токсическими веществами уже познакомились. И чуть больше 100 – это, к сожалению, алкогольная зависимость. Еще раз повторюсь о том, что это абсолютно закрытая информация. И я хотела бы вот сейчас и родителям сказать, уважаемые родители, если вы видите, потому что педагоги знают, но не всегда все, конечно, видно в школе, если вы чувствуете, что что-то не так с ребенком, если вы понимаете, что вам срочно требуется такая вот помощь, поддержка, и вы не знаете, куда идти и к кому обратиться, звоните к нам, приходите, и мы абсолютно анонимно направим вас к тем специалистам, которым надо, и обязуемся, безусловно, сохранить эту анонимность, потому что очень важно вовремя выявить и вовремя прийти в нужное место. Не тратить напрасно деньги, не ходить к различным структурам, так сказать, платным, частным, извините, полушарлатанным, а все-таки давайте доверимся, ну, специалистам. А вот когда вы говорите, звоните к нам, то вы что имеете в виду, департамент или школа? Ну, конечно, в департамент образования, если есть доверие к классному руководителю, к директору, оно, конечно, тоже должно быть, можно обратиться к ним, они все равно это потом будут делать через департамент, потому что у нас, ну, один, так скажем, источник и общее дело. Да. К нам уже поступают первые вопросы от телезрителей. Ольга интересуется. Моему сыну 8 лет, скажите, пожалуйста, как его уберечь от наркотиков? Ну, все-таки мы напугали уже, как не хотели впугать, но с самого начала. На самом деле есть только один секрет. Вы должны всегда знать, что делают ваши дети, и вы должны всегда помнить, что ребенок должен быть занят. Вы должны понимать, где он, с кем. Вы должны знать компанию детскую, но для 8 лет это еще не так актуально, это больше для подростков, конечно, актуально. Вы должны видеть, к чему он склонен, и дать ему возможность заниматься любимым делом. Это самый верный способ, и он, так сказать, веками проверен. Следующий вопрос. С какого возраста целесообразно говорить или, может быть, показывать про наркотики? Ну, вот так сформулирован. Ну, мне кажется, мы на этот вопрос уже ответили, да? Да, действительно, мы говорим, не надо рассказывать про наркотики. Не надо этот интерес воздушать. Фиксировать это особо. Фиксировать на этом, конечно. Надо рассказывать о том, как интересно жить. Как много для тебя в этом мире предназначено, дорогой сын или дорогая дочь. Да, мы тебя любим, мы хотим, чтобы ты был счастлив и успешен. И, конечно, надо детей любить, и доверие должно быть между родителями и детьми. Нет, потому что никакие беседы, никакие рассказы здесь не спасут. И, конечно, родители, наверное, сами увидят, где уже будет уместным рассказать вот о тех опасностях, которые таятся. А в школе это делают в соответствии с возрастом. Специалисты. И замы по воспитательной работе, и психологи, они это будут, безусловно, делать, ну, так скажем, достаточно грамотно. И все-таки вот мы пока во взрослой такой аудитории, хотелось бы, Андрею Александровичу, у вас уточнить, какие наркотики у нас самые распространенные сегодня, потому что не все успевают следить, что появляется, как это из себя все выглядит, и в чем их опасность? Ну, самыми распространенными, наверное, опасными наркотиками, конечно, являются синтетические наркотики. Если ФСКН и вообще структуры, которые контролируют эти процессы, наблюдают даже определенную тенденцию к снижению именно традиционных наркотиков, то синтетика сейчас преобладает и становится очень опасной. В чем ее опасность? Ну, во-первых, очень быстрое, скорое привыкание. То есть достаточно есть ряд наркотиков, достаточно одной таблетки, одной дозы для того, чтобы уже человек, как это говорят, подсел на принятие этих наркотиков. Ну, в качестве примера можно привести, например, дезаморфин. Слышали такой наркотик, ужасный в плане того, что быстрое привыкание, крокодил его еще называют, и буквально личность разрушается на глазах, как физически, так и, естественно, психологически, потому что это крайне токсичный наркотик. И проблема, опять же, заключается в том, что столько у нас мастеров и кудесников, которые могут, зная химию, изготавливать их в том числе и в таких походных полевых условиях. Вот об этом. Есть этому конкретные примеры, в том числе и в Самарской области, я знаю, было несколько случаев, когда в деревнях находили подпольные лаборатории вот этой самой синтетики. Вот это один аспект. И второй аспект – это юридический аспект. Он заключается в том, что для тех, кто не знает, осудить человека и привлечь к уголовной ответственности можно только тогда, наркораспространителя, если тот наркотик, который он распространяет, внесен в специальный перечень, утверждаемый правительственным, постоянно обновляемый, но проблема заключается в том, что в формулу того или иного вещества вносится одна-две молекулы, суть его не меняется, а вещество не подпадает, соответственно, под этот перечень. И к уголовной ответственности преступника привлечь фактически нельзя, до тех пор, пока это будет не внесено. Поэтому проблема вот именно в этом, и она очень серьезна. Понятно. Вот буквально какое-то время назад очень обсуждали бурно тестирование в школах на употребление, на раннее употребление психотропных веществ. Я хотела бы узнать, в Самарской области это проводится? И если да, то какие уже можно подвести итоги в связи с этим? Какие проблемы возникают даже при проведении таких? В прошлом учебном году мы такое тестирование проводили только для учеников восьмых классов. Это такая была компьютерная программа, компьютерное тестирование, разработанное по заказу Министерства образования. И, вы знаете, это было не на употребление даже, а на, ну, такую, что ли, на лояльность к употреблению. То есть это была более мягкая такая формулировка, да. И просто интереснейший результат. Помимо того, что, естественно, мы говорим о том удовлетворении, что ли, да, и такой радости педагогов и родителей, огромное количество детей сегодня не высказали даже лояльности к употреблению наркотиков. Но, тем не менее, есть, вот вы знаете, как группы именно, это видно, что здесь существует какая-то общая такая, ну, эмоциональная, да, или какая-то психологическая такая картина, общая, идеологическая. То есть, например, когда мы видим, что в одной школе среди этих классов, вот в трёх классах нет, а в каком-то одном классе, видна некая такая лояльность к употреблению наркотиков. От чего это зависит? Ну, от разных причин. Вот сейчас психологи этим очень активно занимаются. То есть, это может быть и некая такая бравада, это может быть и определённая такая психологическая обстановка нездоровая в классе, где неформальными лидерами становятся те дети, которые, ну, да, дети с дурными наклонностями, ну, так я условно это назову на простом языке. И другой момент, у нас есть целые группы детей, целые классы в отдельных школах, где массово отказывались от такого тестирования, это тоже такой тревожный звонок. Что вот сейчас Министерство образования по результатам этого тестирования? Ну, во-первых, это тестирование, оно тоже было анонимным, оно было добровольным, в согласии родителей обязательно. Эти результаты отданы нам в департамент, они есть по каждой школе, по каждому классу. И мы с каждым директором отработали, или ещё пока отрабатываем, ну, вот ту картину, которая вырисовывается. В первую очередь, там где-то тревожно. И следующим этапом является уже такой медицинский осмотр. Если тестирование сделано психологами и в школах проводилось, то медицинский осмотр, это уже медицинские учреждения проводят. И мы рекомендуем специальным своим приказам, тем именно школам, тем классам, где либо массовый отказ от тестирования, либо выявлена такая лояльность к употреблению наркотиков, пройти медицинский осмотр. Ну, на это тоже нужна обязательная, обязательный разговор, обязательный согласие родителей. Но, тем не менее, то, что это тревожная такая тенденция, мы родителям сейчас будем объяснять. Ну, вот покажет тоже сейчас анализ, сколько же из родителей согласились на, в данном случае, на медицинский теперь уже осмотр. Эта работа, она действительно такая глубокая, она правильная, она не такая, знаете, неповерхностная, она достаточно тонкая, на грани где-то идет. И вот когда родители, например, нам отказы пишут или говорят о том, что вот мой ребенок никогда в жизни не будет подвержен вот таким вещам, это, конечно, позиция неправильная. Мне кажется, это такая немножко страусиная позиция, когда родители прячут голову в песок и ссылаются на то, что вот мой ребенок будет, так сказать, оскорблен таким недоверием. Здесь, конечно, надо объяснить детям, что речь идет не о недоверии, не о стремлении их уличить в чем-то, да, а речь идет об их здоровье, об их будущем. И что в этом нет ничего постыдного согласиться и на тестирование, и на осмотр. Здесь важна, конечно, правильная позиция родителей. Следующий вопрос. Если так случилось, что подросток в компании попробовал курительную смесь, мы, родители, это заметили по поведению сына. Он пообещал, что этого больше никогда не повторится. А как мы, родители, должны себя вести, мы, конечно, боимся за сына. Но если мы будем его все время проверять, не сделаем ли мы ему хуже? Вот молодцы родители, которые так, вы знаете, все-таки вдумчиво, да, вдумчиво относятся к поступкам своих детей. Ну, эфир не совсем время, да, для таких вещей. Все-таки мы советуем, конечно, индивидуальные консультации. Это нужно идти к психологу, потому что здесь важный характер ребенка, здесь важны и взаимоотношения, как его складываются с родителями. Это все очень индивидуально. У нас существует несколько психологических центров в городе, как региональный социальный и психологический центр, так и есть муниципальных три центра. Если нужны адреса, они наверняка есть в школах на стендах, или, может быть, нам позвоните, мы ближайшие подскажем. И нужна индивидуальная консультация психолога. Всегда интересно место города в какой-то проблеме, да, вот Самара, если масштаб области взять, она на каком месте по уровню наркотизации? Есть такие сведения? Да, конечно, есть. Значит, по уровню наркотизации у нас Самара сейчас находится на шестом месте. Значит, это очень неплохой результат, потому что в 2013 году она была на третьем месте. Уже есть какой-то прогресс. То есть есть реально прогресс, если говорить о статистике, если говорить о... Я просто могу привести ряд, скажем, таких статистических показателей, которые, может быть, отражают тенденции, которые происходят в наше время. То есть, с одной стороны, мы, как я уже сказал, по уровню наркотизации опустились вниз, что очень хорошо в сравнении с другими городами Самарской области. С другой стороны, у нас есть определенный рост по количеству преступлений. У меня есть статистика сейчас за 2014-2015 годы. Если, допустим, в 2014 году у нас было выявлено 1100 преступлений именно наркотической направленности, то в этом году за этот же период 1390. Вот. Если уровень наркопреступности на 100 тысяч человек в прошлом году у нас было 93 человека, то есть сейчас 114. Вот. Но при этом я хочу сказать, что это не признак плохой работы ФСКН или там администрации, в части, касающейся профилактики. Скорее, это более точные современные методики оценки ситуации. Вот. Ну и, конечно, крайне непростой ситуации, как я уже говорил, с синтетическими наркотиками. Это требует новых подходов, требует новых каких-то нестандартных решений. Этим мы, в общем-то, занимаемся постоянно. Для этого у нас есть инструментарий, определенный в администрации. Да, одним из основных таких серьезных инструментов является программа, принятая муниципальная программа по профилактике правонарушений в наркотической среде, которая была принята в 2014 году. Идет она до 2016 года. Вот. И надо сказать, что нам удается задействовать возможности администрации, возможности ФСКН, других правоохранительных органов, потому что мы работаем с ними в очень тесном взаимодействии и в плане анализа, и в плане разработки совместных профилактических мероприятий. Нами проводятся совместные рейды с участием ФСКН, УВД, журналистов. Вот я хотел уточнить, вот в последнее время активизировались общественные движения, ДНД в частности, еще вот какие-то группы, которые ходят и по магазинам проверяют качество, и тут ловят пьяных водителей и так далее. Вот это как-то отразилось на этих результатах, на ваш взгляд? Вот ДНД в частности. Однозначно я хочу сказать, что это отразилось. А что дружинник может сделать именно в этом направлении? Во-первых, начнем с того, что дружинник один не ходит. Он ходит обязательно с полицейским. Количество нарядов, к сожалению, у нас сократилось. То есть это общая, так сказать, позиция и политика. Но, сами понимаете, один полицейский в патруле – это очень большая проблема, потому что он просто может не справиться с преступником. Когда рядом с ним идет хотя бы один, а то и два дружинника, которые всегда его поддержат, в данном случае это намного, скажем, полезнее, важнее. И, кроме того, дружинники могут выступать в качестве понятых сразу, не нужно никого искать. Они могут выступить свидетелями при каких-то нестандартных ситуациях, когда сотрудников полиции будут обвинять в чем-то, что они якобы сделали, доказать. Им будет крайне сложно. Дружинник – это… И статистика говорит сама за себя. То есть сейчас у нас идет снижение по уличной преступленности по 30-35%. То есть это действительно серьезный результат. А что такое уличная преступность? Там есть, в ней скрыта цифра тех самых наркоманов и лиц. Следующий вопрос от телезрителя. Мы видели по телевизору, что в городе проходят рейды по общественным местам. Ощущение, что это разовые мероприятия. Можно ли проводить такие рейды постоянно? Может быть, люди привыкнут к проверкам и не будут пить и курить в общественных местах? Ну, это вот к вам, наверное. Ну, во-первых, это не разовое, конечно, мероприятие. Может быть, оно проходит не так часто, как хотелось бы. Но вот в этом году у нас уже прошло пять таких рейдов по всем основным нашим районам. И еще запланированы мероприятия. Значит, кто принимает… Это проходит в рамках пилотного проекта «Территория без наркотиков». Принимают участие в этих рейдах силовики. Значит, обязательно представители департамента, в том числе департамент образования, культура, журналисты, представители общественных организаций иногда. Ну и, понятно, сотрудники департамента по вопросам общественной безопасности, потому что вопрос, скажем так, координации всех мероприятий администрации области, извините, города, лежит на департаменте по вопросам общественной безопасности и контроля. Так вот, эти мероприятия всегда проводятся с учетом позиции ФСКН, которые определяют места, где необходимо проведение этих мероприятий, то есть исходя из особенностей оперативной обстановки. Ну и задача, понятно, в живом общении с людьми, во-первых, ответить на их вопросы, задать самим вопросы, выслушать их мнение. Обратная связь. Обратная связь, совершенно верно. И здесь я хочу сказать, что вот как раз, наверное, оценка эффективности профилактических мер, она как раз и заключается в том, что, вот как наши сотрудники говорят, очень часто, в основном, они сейчас ходят и в лучшем случае им попадаются, ну, может быть, там, с пивом люди, да, ну, слегка подвыпившие, вот, каких-то таких вот… Даже пиво уже стали прятать в пакетах. Да, да, криминальных личностей, которые в том числе находились в состоянии наркотического опьянения, практически не бывает. Поэтому это, действительно, это признак того, что город у нас развивается, надо смотреть… И очищается, я могу сказать. Да, то есть это очень важно. Вот очень важная информация, Лилия Викторовна, для родителей, чтобы родители смогли определить, вот, именно вот, что их ребенок находится в наркотическом опьянении, особенно, когда подростковый возраст, вот, всякие там процессы происходят. И на это все списывается. Вот есть ли такие издания, брошюры, вот, что можно взять и время от времени даже, вот, сравнивать, возвращаться к этому, вот, что-то производится? Да, вы знаете, даже существует у нас, недавно создан специальный экспертный совет, куда входят специалисты, медики, наркологи, специалисты по контролю за оборотом наркотиков, психологи, для того, чтобы, ну, скажем так, анализировать и все-таки определять, какая, что из этой литературы можно выпускать и на родителей, и на детскую аудиторию, а что нет. Потому что, на самом деле, такой литературы очень много. И есть и общественные организации, есть какие-то частные медицинские клиники, они каждый считают своим каким-то долгом, необходимым, потому что там частичный реклама содержится, да, такую продукцию выпускать. Поэтому здесь опять, ну, я как человек, который отвечает за образование, все-таки рекомендую источник, это образовательное учреждение. Там и на родительских собраниях, и у психолога есть уже, ну, проверенные, опробированные какие-то, там, листовки, это, может быть, брошюры, да. И вот именно все-таки их надо, наверное, брать на вооружение. Потому что мы хотели бы предупредить, на самом деле, родителей, что да, я права, Андрей Александрович, большой очень поток идет, я говорю, связан часто с рекламой каких-то определенных там лиц. И нужно быть еще и осторожным, чтобы не нарваться на, вот, знаете, тоже какой-то такой суррогат. Вот, и в том числе и в литературе тоже. Следующий вопрос, в какое учреждение можно обратиться, чтобы вылечить подростка 16 лет, который уже зависим? Вот это тоже такой же вопрос в этой же сфере можно, что очень много рекламы и учреждений каких-то там, вот. Ну, у нас есть несколько реабилитационных центров, да, это достаточно значительное количество, да. Ну, рекламу делать не буду, но есть, допустим, областной реабилитационный центр. Значит, есть... А вот перечень вот таких центров уже где-то есть? Нет, он, конечно, есть. Есть центр «Ковчег», который тоже занимается весьма эффективно вопросами реабилитации и так далее. Значит, для того, чтобы, ну, скажем так, более подробную информацию получить, можно, я предлагаю всем телезрителям обращаться. Вот по телефону у нас действует телефон доверия в департаменте по вопросам общественной безопасности и контроля. В школе, да, значит, там специалисты по любому вопросу, в принципе, вам, конечно, дадут консультацию, в том числе по реабилитационным центрам. Такая практика есть. И вот еще такой вопрос, вот если сравнить отношение к людям-носителям СПИДа, вот инфекции, ВИЧ-инфекции, да, такое неоднозначное. А вот когда ребенок узнают в школе, что вот его одноклассник употребляет наркотики, вот как посоветовать верно к этой проблеме относиться и даже вот к этому ребенку относиться? Вот в среде детей, потому что она тоже бывает такой непростой. Ну, мы говорим о том, что не может быть толерантности к употреблению наркотиков, но, конечно, должна быть толерантность по отношению к человеку, да, потому что мы понимаем, что это заболевание. И здесь опять важна позиция взрослых, педагогов, они правильно должны определить. Это, понимаете, очень сложно сейчас вот говорить, да, в общем, не конкретно, потому что, конечно, безусловно, я не открою тут ничего нового. И сочувствие и понимание мы должны формировать в детях, но в то же время здесь очень важно, чтобы не переступить грань, чтобы это не было сочувствие и понимание, так сказать, к человеку, потребляющему наркотики, да. Поэтому здесь, конечно, уже взрослые психологи должны вступить, так скажем, это их поле, правильно определить, ну, так скажем, судьбу этого ребенка в социуме, в детском, в коллективе и правильно сформировать отношение к нему со стороны одноклассников. Понятно. Много, вы сказали уже, что много очень мероприятий производится, проводится в городе антинаркотических. Вот на ваш взгляд, какой из них наиболее эффективный вам запомнился? Может, вы были участниками его или еще разрабатывали даже? Что сегодня выстреливает, так скажем, в этом отношении? Ну, вот, скажем так, последнее событие, вот такое, которое мне сейчас запомнилось, это мы проводили круглый стол с участием общественных организаций, которые в том числе заинтересованы в решении вопросов реабилитации, ресоциализации граждан. Это немножко другой аспект, но я хотел бы сказать, что это очень интересно, потому что речь шла не о том, что были только профессионалы и чиновники, а были общественные организации, и мы очень явно видели, очень крайнюю заинтересованность людей в том, чтобы принимать участие в этой работе. То есть, вот, как бы, то, что мне запомнилось, это было буквально недавно, в конце прошлого года. А для вас ярким мероприятием какое стало, может быть, запомнилось? Я тоже, может быть, не одно назову, вот, мне кажется, что сейчас очень таким каким-то верным направлением в работе со школьниками является работа, у нас есть недавно зарегистрирована такая общественная организация, школьная лига волонтеров, и там есть группа, которая так и называется, профилактика. Вот мы же говорим, что важно не когда взрослый с высоты своего жизни в опыту учат ребенка, а то, что называется принцип равный и равному. Спасибо большое. Профилактика услышали, тоже можно обращаться. Спасибо большое, что пришли, поговорили на эту очень важную тему. Спасибо и вам за внимание, активность. Всего хорошего. До свидания. До свидания.